Двое хищников шли по лесу, бок о бок, пытаясь выжить. Черный волк и молодая волчица. Прошло много времени, они привыкли быть вместе и нуждались друг в друге. В мире людей это называют любовью. Волки прошли сотни километров, забрались в самый далекий уголок леса, там в тишине и покое они устроились у высокого дуба, в корнях которого была большая нора, возможно медвежья берлога, а может просто природа так устроила это место. На лес опускалась зима, начал падать снег, укрывая опавшие, сырые листья, ночи становились холоднее. Волки вместе искали пищу, вместе гуляли по лесу, ходя к озеру, чтобы попить воды. Играли, резвились. Черный хищник всегда побеждал в этой шуточной борьбе, но иногда подавался, давая завалить себя в снег. Волчица с трудом роняла огромного зверя на землю, но когда это получалось, она гордо ставила лапы на побежденного, а потом слегка рыча, трепала его за лапы, уши или за хвост. Все было отлично, пока в лесу не появились люди. Каким бы далеким ни был это уголок тайги, от людей не скрыться даже там. На озере начали строить поселок и волкам приходилось долго обходить озеро, чтобы можно было спокойно подойти к воде. Но вскоре и здесь появились охотники. Когда пришла весна, волчица уже ждала потомства и не могла быстро бегать, все чаще она оставалась в норе, черный сам искал пищу и приносил ей. Однажды он, как обычно, утром ушел за едой. В этот день волк долго бродил, но все же нашел раненого кабанчика. Молодой поросенок попал в кабан и лежал, боясь пошевелиться. Почуяв волка, он задергался, пытаясь вырваться и убежать, но кабан накрепко зажал его задние ноги. Взять добычу не составило труда. Черный шел обратно, неся тушу в зубах. Но когда он вернулся, в норе никого не было, зато чувствовался едкий запах пороха. Вдалеке раздался выстрел и тихий вой, оборвавшийся хриплым писком. Черный волк бросил добычу и помчался туда, откуда прилетели эти звуки. Чем ближе он подбегал к поселку, тем отчетливее чувствовался запах свежей крови. Наконец черный добрался до места. Двигаясь вдоль окраины леса, он принюхивался, пытаясь отыскать знакомые ароматы. Как вдруг ощутил запах волчицы. Остановился. Запах шел из поселка. Волк не знал, что делать. Но колебался недолго. Спустя несколько секунд, черный рванул вперед, перепрыгнув ограду, пробиваясь через ящики с материалами, и выскочил на улицу. Люди ахнули, некоторые застыли без движения, некоторые крича, побежали прочь. Оглядевшись, хищник пошел вдоль улицы, не обращая внимания на людей и автомобили, его вел запах, родной и такой нужный и важный для него. Вдруг из-за поворота показался мужчина, в руках у него было ружье, а на плече он нес шкуру. В нос ударил запах пороха и крови, вперемешку с духом волчицы. Не раздумывая, хищник бросился на перерез. Глаза зверя и человека встретились. Мужчина, дрожащими руками полез в карман, пытаясь достать патроны. Но зарядить бы он не успел. Огромный зверь сбил его с ног, острые зубы впились в плечо, потом в руки. Крик пронесся по городу, люди в панике бегали вокруг, но не решались помочь бедняге. Волк рвал плоть, а потом вцепился в шею. Человек хрипел, но вскоре перестал брыкаться и затих. Все произошло очень быстро. Разъяренный хищник бросился вперед, догнав женщину, он повалил ее на снег, разрывая одежду и плоть. Какой-то мужчина ударил волка палкой по спине, пытаясь прогнать, но хищник не чувствовал никакой другой боли, кроме боли в душе, боли потери. Женщина потеряла сознание. Волк вцепился в палку, сильный зверь вырвал ее из рук мужчины. Тот бросился бежать, но зверь одним прыжком догнал и повалил его. Вдруг раздался громкий хлопок. Волк взвизгнул от боли, пронзивший бок, и дернулся в сторону. Еще один выстрел, пуля просвистела рядом. Зверь посмотрел в сторону, откуда прилетит пуля. В десятки метров от него старик заряжал ружье. Волк, прихрамывая, пошел к охотнику. Глаза, налитые кровью, сверкали, как яркие огни автомобильных фар. Старик четкими движениями быстро вставил патроны в дуло и почти не целясь спустил оба курка разом. Черный хищник, не издав ни звука, рухнул на снег. Кровь разливалась большей лужей вокруг него. Тихо хрипя, он продолжал дышать. Охотник подошел к зверю, присел на корточке. Заряжая патрон, старик смотрел в глаза волка, они тускнули. Боли и отчаяние проступали слезами из этих глаз. Охотник понял, почему зверь пришел в поселок, понял зачем. Тихо сказав, прости нас за все. Он спустил курок в последний раз. Продолжение следует...